Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии четверга. Снова мы на финансовых рынках и продолжаем разбирать события, влияющие на динамику тех активов, которыми мы спекулируем. Выписывая сегодня уровни для себя в качестве пометок, друзья, я прихожу к выводу, что рынки, конечно же, не так динамично ходят, как нам бы хотелось. Но расстраиваться не нужно, у нас бывают периоды затишки, спокойствия на площадках, которые сменяются довольно агрессивной и мощной динамикой. Я думаю, что период этого спокойствия также быстро пройдет, и мы снова с вами вернемся к тем трендам, которых так хорошо придерживались и на которых зарабатывали в последние месяцы. Я напоминаю, что долгосрочная оставка делается преимущественно сейчас на снижение курса доллара и на отдельную такую локальную слабость некоторых валютных рисковых инструментов, среди которых, например, австралийский доллар, новозеландский доллар, ну и, конечно же, евро. Почему здесь я провожу такие параллели? Потому что касательно понимания и ожидания того, как будут действовать регуляторы, стоящие за этими валютами, я абсолютно уверен, друзья, в том, что их политика будет беспрецедентно мягкой, стимулирующей, что, в принципе, создаст на площадках только один вектор их дальнейшего движения. Это вектор, который будет предполагать их долгосрочную слабость. Ну, с лирическим отступлением, наверное, все. Давайте перейдем к нашему традиционному сценарию. Начнем мы с нефтянки, где, в принципе, ситуация особо-то и не изменилась за минувший день. 63.77 мы сейчас наблюдаем о котировке. И в моменте, поскольку цены снижаются, значит, нужно признать то, что на настроение трейдеров преимущественно сейчас влияет восстановление добычи нефти в Мексиканском заливе, после того, как там бушевал ураган Барри в минувшие выходные. И он стал причиной того, что добыча там была снижена в совокупности примерно 1 миллион. С каждым днем производственные мощности задействуются и стремятся к прежним показателям загрузки в 100%. Я думаю, что еще неделя-две, и объем добычи будет полностью восстановлен. Но в то же время у нас есть еще определенный временной лак. Мы используем его в качестве работы с последствиями этого шторма на запасы. Не напрямую, а посредованно. То есть, если мы признали факт снижения добычи, то, разумеется, это сказалось и на объемах накопления запасов. То есть, меньше нефти добывается, меньше нефти окружается, больше нефти расходуется из внутренних резервов и стремительнее сокращаются запасы. Поэтому вчерашний отчет, друзья, кстати, он, если отбросить прогнозы и просто признать те цифры, которые по факту, которые мы увидели, это отчет, который больше способствует тому, чтобы цены росли. Но мы не выросли, даже несмотря на то, что запасы снизились на 3,11 миллиона, в то время как прогноз был снижение. Сального больше, чем на 4 миллиона. Может быть, на настроение трейдеров повлиял компенсирующий фактор роста запасов нефтепродуктов, в частности, бензина. Ну, не знаю, тут, наверное, гадать не стоит. Просто я отмечаю тот факт, что поскольку запасы сейчас снижаются, и поскольку у нас есть еще шансы делать акцент на последствия шторма в Мексиканском заливе, я думаю, что на следующей неделе мы снова вернемся к данным от администрации энергетической информации и попробуем найти там аргумент для того, чтобы оправдать сохранение длинных оппозиций. Ну, а теперь к тем факторам, которые все-таки сейчас бьют по позициям нефти. Я повторю, что мы накануне говорили о некотором смягчении оппозиции Ирана, по ядерной сделке. Вчера, может быть, еще большим катализатором для всего рынка черного золота выступило заявление Трампа о готовности при необходимости ввести дополнительные пошлины на китайский импорт. Как вы понимаете, речь идет о стоимости товаров примерно на 320 миллиардов долларов. Я говорил, что к этой теме мы еще вернемся, потому что торговая война продолжается, и несмотря на вроде бы как сложившиеся ранее позитивные настроения, поскольку на прошедшем форуме, как вы помните, около месяца назад уже Китай и США все-таки согласились вернуться за стол переговоров, я допускал риск того, что этих переговоров, по крайней мере, в конструктивном русле все-таки и не будет. Как мы действуем по рынку нефти сейчас? Наверное, самое простое – это положиться на вот эти настроения, которые в моменте стали причиной того, что мы видели по котировкам, и, скажем, поставить на то, что бренд будет снижаться так примерно 60 долларов за баррель. Я предлагаю, друзья, пока так не действовать, тем более, что у нас есть позитивный фон, как я уже отметил, это ожидание того, что запасы будут снижаться и дальше. У нас есть позитивный фон, связанный с решением ОПЕК продлить действия энергетического пакта. И у нас есть все-таки ближневосточный фактор, который я предлагаю пока не убирать с плоскости того, что он представляет риск для именно продавцов, поскольку любой фактор эскалации напряженности, он более чем реален, друзья, не нужно верить всему, что говорят в средствах массовой информации. Может снова очень быстро вернуть на рынок угрозу перебоев поставок из Пресидского залива. И вот с этим фоном я пока что предлагаю поработать. Вы можете принять решение все-таки закрыть длинные позиции, но я думаю, что потенциал похода наверх еще не исчерпан. Доллар-иена мы снижаемся. Я думаю, что можно связать слабости доллара сейчас с повышенным спросом на японскую иену, поскольку снова взросли геополитические факторы, отголоски следствия, опять же, комментариев Трампа относительно усиления протекционизма против Китая, то есть потенциального введения таможенных пошлин. Будем следить за тем, как события станут развиваться дальше. Но хорошо, что мы несколько отошли от аргументации снижения пары доллар-иена с слабости доллара на уже геополитику и то, что влияет на японскую валюту. Потому что от темы того, что ФРС будет снижать процентные ставки, я, признаться, немного подустал. Но что уж тут поделать. Такова реальность. И мы к этой реальности, мы уже в ней находимся. Мы ждем конец июля, когда действительно ставку снизит. Я думаю, что доллар-иена вот так вот монотонно последовательно будет снижаться дальше в район 1506. Там мы, собственно, ее и будем поджидать. Поскольку сейчас в моменте все-таки присутствует давление на доллар, золото уже накатывается на отметке 1422 доллара за тройскую унсу. Я надеюсь, вы прислушались к моей рекомендации. Покупали золото после теста поддержки 1400. Мне кажется, это была очень очевидная возможность купить выгодно этот актив. Deutsche Bank, кстати, считает, что покупка золота на фоне тех рисков, которые уже были перечислены, это, пожалуй, даже лучшая сделка этого года. И они также рекомендуют своим инвесторам ориентироваться на уровень минимум 1450. Евро против доллара 1.12.35. Вчерашний отчет по инфляции немножко поддержал настроение оптимистов, поскольку индекс потребительских цен вырос с 1.2 до 1.3. Базовая инфляция осталась на прежней отметке 1.1. Но в то же время член управляющего совета ЕЦБ Кюре, на которого мы в последнее время обращаем внимание, снова признал, что Европейский Центральный Банк будет действовать в плане экономических стимулов, снижения ставки и возобновления программы количественного смягчения, с целью поддержать темпы экономического роста и инфляции. Поэтому мы с вами ждем, друзья, заседание ЕЦБ на следующей неделе, где, скорее всего, нам точно разложат дорожную карту того, какие действия ЕЦБ будет предпринимать в будущем. Фунт против доллара 1.24.37. Несмотря на снижение, которое уже произошло, друзья, я по-прежнему не могу найти хорошие точки для того, чтобы проявить активность торговую здесь. Поэтому, если вы ее нашли, то поделитесь, опять же, в комментариях. Я думаю, что эта информация будет полезна. Если нет, то давайте искать вместе со мной. Я думаю, что возможность появится в ближайшее время. Доллар канадец 1.30.52. Пара держится выше поддержки 1.30. Это обнадеживает тех покупателей, которые ранее ориентировались на тест сопротивления 1.35. Я признаюсь, среди них, как вы наверняка знаете, сейчас против канадца о снижении цен на нефть. И, кстати говоря, вчерашние данные по инфляции, они очень сильно контрастировались с прогнозами и в прямом смысле разочаровали. Общий показатель инфляции снизился с 2.4% до 2. Базовая инфляция просела с 2.1% до 2%. Это подняло процентов на 20 вероятность того, что Банк Канады, несмотря на заявление о том, что не собирается снижать процентные ставки, не сможет долгое время оставаться в стороне, когда ФРС и прочие регуляторы делают это параллельно с перезапуском программы количественного смягчения. Поэтому пока держится планка 1.30. Я думаю, что длинные позиции еще могут принести свои результаты. Завтра данные по уроничным продажам. Также будем опираться на их поддержку. Австралийство против доллара 0.7029. Видите, волатильность сдержанная, невысокая. Данные по рынку труда опубликованы несколько часов назад. Уровень безработицы на прежней планке 5,2%. А занятость, количество безработных выросло, друзья. Это не бьется с намерениями Резервного банка Австралии задействовать максимум свободных трудовых ресурсов. Им нужно снижать уровень безработицы, а не создавать базу для того, чтобы безработица росла. Поэтому мой акцент на важность сейчас применения более жесткого подхода, более агрессивного подхода к снижению процентной ставки, он сохраняет свою актуальность. Поэтому короткие позиции по австралийцу, они остаются в рынке, они должны быть открытыми сделками. Те, кто еще этого не сделал, друзья, прислушайтесь к моей рекомендации. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго вам. До свидания.